А потом начинаем пресс-конференцию. У нас сегодня в гостях инициативная группа «Пеликатеполис», который сделает проект «Заблог», который прямо на телефонии и начнется. Генна Томашко, участник группы «Пеликатеполис», инициативная группа «Пеликатеполис», Ольга Ценовская, участница, я так понимаю, тоже инициатор проекта «Заблог», и Анна Ситаркова, участница инициативной группы «Пеликатеполис». Давайте начнем, наверное, с того, чем ваша группа инициативной занимается, потому что знают об этом, я думаю, не все, и перейдем к тому, что это закроется. В первую очередь наша группа занимается городскими культурными предприятиями, принципиально-молодовыми, коммерческими, неполитическими, принципиально-организованными корпоративными, которым очень хочется это сделать. Заточенными на то, чтобы пульверизировать, во-первых, то, что не очевидно, во-вторых, привлечать к тому, что не привычно, и так далее. У нас есть несколько материалов, которые используются такие неочетные музыки, и где открылся партизанские группы, да, есть проекты, которые присутствуют один раз, первый раз и двух, и есть разные проекты, которым мы помогаем делать, а не заступаемые организации. Вот, а в данном случае этот проект был со мной, что она разная, и то есть она длинная, потому что было бы, наверное, смешно, если бы говорили, что у тебя чуваке, какие-то шляпы ремонтируют, сегодня я бы вышел. Вот, в связи с тем, что это, наверное, первая, как... Давайте я сначала расскажу, что насчет. Да, о том, сколько приходит. Берется в одном из домов. В «Газпроме» я вожу в суши, берется арка дома, она в жутком жилосостоянии. Вот, вчера у нас вообще оборудовалась, почему мы тогда делали, историю какую-то сделал, чьи на старание. Берется арка, красится, проводится электричество, привлечиваются рейки. И это место становится местом подручной экспозиции, подмышленной экспозиции. В первую очередь, когда первая мы сказали, что мы только пока не говорим, как его зовут, потому что это все близкие, не бог. Вот, что так получилось. Вот, дальше были вам выбиратели, чьи будут в выставке. Естественно, рассчитываемся на оборону, на сезон, когда достанется в виде минус, фотографии на виниле начнут засыпаться, как-то не будет что-то, что они сыпутся в завешен. Дальше, мы понимаем очень хорошо, что это два антивандальных проектов. Потому что, ну, я, конечно, буду счастливы, если случится чудо, если бы вообще все хорошо, что они будут там рисовать, да, не забирать на театре. Но наша принципиальная позиция, что, чтобы это происходило, мы будем восстанавливать все время, упорно, чтобы, например, надоело ходить. Вот, и это арка первая, а на то, мы, надеюсь, считаем, сколько это стоит, что это будет происходить, что с ней на этой гипотезе было происходить, что с этой гипотезе делать. Если мы понимаем, я надеюсь, что мы понимаем, что это все подъемно, то дальше системы, наши планы все то же самое, сделать со всеми факторами конкретных районов. То есть между Нелевского, Проспектом Браво и вся эта гипотеза. Совершенно очевидно, что единая трех лица инициативная другая перекатрия полиции не сможет охватить все карьки, которые в том состоянии находятся. Поэтому мы призываем ирхарчанам сделать то же самое со своей аркой, которая страшна, по которым ходить там, и которая просто хочется облагородить, и чтобы приятно туда было спалить, и заодно приобщаться, к деятельности множественных людей и мировых аккаунтах. Да, то же самое. У нас есть ряд идей, если я не знаю, такие, о том, что кроме выставочных по странам можно делать сам. Есть несколько вариантов самого родного, довольно интересного. Понятно, что мы с вами руками все не можем сделать, это клиент, потому что, когда я вяжу в район, я не знаю, что я житель такого дома, у меня нет вопросов при данных другого проема, у меня нет вопросов, почему, а почему вы, а что это вы собрались делать, и так далее. Поэтому, в принципе, по большому счету, в любом проеме, где что-то хочется сделать, нужны жители этого района, пути какого-то проема, которые готовы участвовать. И наша задача, кроме того, чтобы сделать для этого невыносимого пространства, сделать его не только выносимым, но и приятным, наша задача, и еще раз сейчас в одном проекте, возникнуть, возможно, больше людей, которые будут готовы помогать нам делать это самое, развивать этот проект. А вот люди, которые ждут, когда мы с вами наши соседи, они уже как-то не знают? Вы пробовали кого-то привлечь? Да, ну, по-моему, в нашем доме, как минимум, три семьи, дружественные живут, поэтому... Вот сейчас, пока мы оттирались от того, что налит ларку, с утра, соседские дети там брюкнули. То есть кто-то хотел там подобрить прикивал, а может кто-то, значит, год, пока не отремонтирует, какой смысл украсть? Поэтому, когда я сказал, что это то, что я вам делаю своими руками, мы сказали, а, ну тогда понятно, да. Вот, соседские дети там брюкнули, именно в воду менять. Вот, вот так. Может быть, есть вопрос для кого-то? Можно, да? Вы говорили, чтобы быть, как бы так сказали, вкручиваться, свет там, что-то еще, обогораживаться. Ну, са, но сама не может. Кто это делает будет, кто он помогает. Мне все будет конкретнее. Просто интересно, благодаря чему это происходит. Да, все уже в этом мире происходит. Укратку освещения вокруг колесами. Ну, все материалы вокруг колесами. Вот сейчас я занимаюсь выдрахиванием ЖЭК-электрика. ЖЭК такой сказал, да, делайте, конечно, согласуйте. Мы согласовали. В районной администрации замечательно. Вот теперь я второй день занимаюсь выдрахиванием ЖЭК-электрика. Все понимают, что открыть воздуху мы можем и без электрика, в принципе, то есть покрасить и развесить. Вот, не страшно. Но свет – это принципиальный вопрос, чтобы там проверить свет, потому что, ну, одна из идей – это, что пространство будет освещено. Это и про безопасность, и про эстетику, и вообще про осмысленность экспозиции. Ну, посмотрим, сколько дней я буду из них выдрахивать электрику. Если учесть, что там болел слух потолка вчера в этой арке, я пришла в ЖЭК-электрика и сказала, ой, ну, посмотрим, что будет происходить. Видимо, эта задача будет решаться в течение ближайшего дня. Так, вы знаете, мои проектикации, где мы с ними будем происходить сейчас постоянно? Просто так, чтобы мы с ними не поругались. Потому что они такие, в принципе, внешне доброжелательные и не агрессивные, но так что излишне расслабленные. Да-да-да-да… Ну, это очень хорошо. Благодарение, а вот и худёжников вот столько и… Ну, про фотографии… – Такие рисунки, я имею в виду, и не знаю, и фотографии через дождь… Во-первых, какой может быть, если это ванки под крышей? Ну, влажно. Про фотографии мы взяли опыт наших юнических друзей, которые в рамках «Баргус граффити» в историческом центре делают выличные выставки фотографии. Мы их опытом воспользовались. Печатается на виниле. То есть это не бумага, а винил. Ну, типа того ваня. Соответственно, это то, что не мокнет. То, чему... Ну, да. Оно осыпается в красивом стабильном минусе. Тоже известно, почему надо будет в следующую позицию, зимнюю, искать то, чему не страшно. Скульптура. Ну, условно, там, тонкий бревьев. Массу, в принципе, не очень страшно. Перепад температуры, если он уже повешен. То есть не резкие постоянные перепады, не вызывает температуру. Массу не страшно. Дождя там нет. Ну, как бы, потому что там украши. Понятно, что всё это такое будет требовать постоянного восстановления детали. Особенно пока, значит, дома находятся в таком состоянии типа аварийной, которая сейчас находится в центре группы. То есть кто-то может побудить. Сделать их менее полового ритма. Ну, да. Четвертый парень. Хе-хе-хе. Плового ритма, четвертый парень. Вот. И, да, я вообще держу, потому что есть такое тоже, это как раз наше видное скидывание, с таким опытом, что, когда делаешь что-то, первый раз на тебя все смотрят косо, типа, что с хирургой какая-то. То есть второй раз что-то, это уже прецедент. Это уже третий раз, все считают, что так всегда и было. Вот. И у нас же понятно, что первые, если сейчас это первое, так много и долго. Ну, вот, абсолютно. Рецедент как много? В Харькове? В Украине, совершенно. Прямо и ровно, просто. В Харькове были разрисованы, отремонтированы и разрисованы, официально делали. То есть, когда я, например, в классах, все удивляет, ой, неожиданная какая-то вещь такая, никому-то в голову не приходила. То есть, первое, когда мы хотим арку, а, разрисовать, да? Нет, не разрисовать. А что? То есть, мы делали разрисовать арку всех. Очевидно, сегодня с соседями проходили тоже, ой, а вы нарисовать тут будете? Ну или нет, вы покрасили, вы сделаете у себя на активе, надо же. То есть, мне очень понятно, я думаю, что я бы долгоиграющий надолго, и именно его смысл в том, чтобы эмилированно продавливать отношения к пространству в конкретных отделах взятых местах. Почему это такие места? То есть, почему это не непривычные для горожанина места, в которых мы там все проводим мероприятия, да? И площадки для концертов, и прочие, не только, а именно в техниках, а именно тут не локальных валенов. Вот. Тут две вещи. Первая, как у меня дворец яхтарей и дворец пенор. То есть, первая вещь, то, что, это тоже изобность юмпанистики. Я живу в этом доме. Я там жилец этого дома, демонстрирую, что вот, я здесь живу, и я бы сделала то место, где я живу, стало лучше. Вот, это нейтропозиционирование действий. Естественно, проще взять и делать, где они будут в очевидном месте. У меня это демонстрация отношения к пространству, дому, городу и так далее. Ну, плюс, естественно, проще, в дом, в котором я живу, а в частности, я не справлюсь в едином, 150 раз. Разумеется, мне проще за ней следить. Опять-таки, в нашем подъезде, как и я, который тоже занимается этим проектом, плюс там еще наши друзья живут, то есть это место, которое я знаю, кто этим будет заниматься. А, я буду молодые, я уже как-то в целом не знала. У нас есть концепция, мы разработаем концепцией партизанскости. Держим, слабо. Она очень любит идея. Мы любим атлайровать пространство, в данном случае, пустоты. То есть оно дичьевое. Ну, как и на самом деле многие пространства в нашем городе. Вот, и от этого нечего пространства очень хочется освоить. Сделать зону комфорта, в которой происходят вещи. А вот более конвенциональное пространство, например, площадки и площади, в принципе, осваивается достаточно. У них просто люди ставят свои мероприятия, летние площадки, кафе, фестиваля. То есть все это уже есть. А хочется двигаться дальше, ну, как поповеликие теоретические открытия. Ну, в общем, первые часа. А расходового нет. Что они расскажут о расходовании? Ну, там плюс такой момент, что для нашего года характерный транспорт на трех улицах, когда же приватят. Ну, вот это, вот это, вот это, вот это, ну, есть же уже место, в котором уже все есть. В общем, она довольно глупая, в том числе зрения вообще взаимодействия с городом. В нормальном функционирующем городского пространства, комфортное, адекватное в Италии, оно не может быть фрагментарным, оно может быть только с целью. Вместо того, чтобы осваивать уже освоенное, гораздо эффективнее и полезнее того, чтобы браться за то, что они вообще не обращают внимания, по большому счету. Ну, не знаю, есть еще одна концепция про то, что у нее есть какое-то мифологическое расставание. Два вполне себе социологических, очень известных. Мифологическое расставание, как мы рассказываем, нам оно очень нравится. Потому что есть места с плохой реакцией, с плохой гармой, да, в которых все плохо, грустно, хочется их быстро покинуть, там не находиться и так далее. И столкновение заключается в том, что с этим местом можно делать что-то, то есть его приводить в порядок, в нем проводить мероприятия и так далее, чтобы вот эта самая плохая карма вместо, она менялась. Вот, по большому счету, это просто изменение статуса места, то есть, изменение отношений к нему месту у горожан, у нас самим, конечно, бывает, вот, когда он что-то сделал, он чувствовал своей. С одной стороны, изменение отношений у горожан к этому месту, с другой стороны, это изменение его социального статуса. И когда, как только меняется социальный статус, соответственно, в связи за этим меняются отношения, Не махну лошадной палочкой, это работа длинная. Есть два интересных вещи, которые я очень люблю рассказывать. Это какая-то гравактика. Я присутствующая в этом знаю, потому что на осмотры. Гравактика первая, опробованная в Нью-Йоркской металле. Есть такая теория разбитых охотов. Если пространство постоянно ремонтируется, приводится в порядок, сколько бы там ни били стекол, ни рисовали, ни поймёшь, что на стенах и так далее, ни писали всякие общеизвестные слова из трёх часов, то зависит от языка. Как только это пространство такое, причём там это норма, выполняющая криминальный район и так далее, только оно начинает приводиться в порядок, ремонтироваться, фундаментации, краситься, чиниться и так далее. Немедленно в пространство начинают люди все относиться, не то, что понимают, но постепенно, а начинают относиться к нему как к контролируемому пространству. Ощущение, что здесь можно всё, здесь всё дозволено, и так далее, но пропадали психологически. И такая известная практика, что когда-то в траве стрёмный Нью-Йоркский ментрополитен, землю взялись, и первым делом стали отмывать и ремонтировать, закрашивать граффити и так далее. То есть, у меня начало турецинополитетином, я не знаю, в начале Нью-Йоркского ментрополитета, у него смотрели на больного сначала, что жеваться, надо сняться во всех веганах, и потом вот это всё. И он сказал, что сначала так. И это оказалось эффективным. И с тех пор во многих местах в мире так-то делали, и обнаружили, что это работает. Вторая история, чуть-чуть менее известная, то, что это теория экстравертности пространства. Безопасным является экстравертное пространство городское. То, что происходит, в котором находятся люди, в котором они проводят время. не то, которое у нас очень популярно, такой, я долго себе ремонт делал, а от двери до двери по улице пробежал. Ничего не вижу, ничего не случилось. Только городское пространство становится экстравертным, оно становится безопасным. Это такой замкнутый круг. То есть тусуются там, где безопасно, а безопасно там, где тусуются. И этот круг можно запустить с любой точки. В том числе спровоцировать присутствие людей в том или ином пространстве. К этому приверживаются еще те лакавиши, чтобы отремонтированное пространство воспринимательных и контролируемых пространств, пространство культуры с какими-то арт-проектами воспринимается как следующий уровень контролируемости, комфортности и так далее. Понятно, что происходит не сразу. Но это один из способов... Вопрос из-за того, что это активно, и люди начинают меняться. Буквально, не знаю, месяц назад, сколько все люди гуляли по улице Гоголя, картины. Раз. Не знаю, я даже не знаю всех художников, но все фотографируются и радуются, и мне хочется своих друзей поговорить. И потом представители там... Да, да. То есть вы не вместе... Ну... 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 Как я понимаю, все время напоминать начальству нашему высокому, что... Вот, это же арт-объект, твое жилье не забудьте. Мы будем это делать. Как вы будете напоминать сегодня? Ну, кроме того, что он там будет просто. Здравствуйте! Как у вас сегодня заход на вашу выставку? У нас новая выставка! Приходите! Да. Собственно говоря. Этот проект конкретный про выставки, он активный. В том смысле, что не один раз делает, убежали. Ну, с любым стабильтартом, в принципе, это происходит периодически, что нарисовали, забыли, и мы периодически закрашиваем. А, как бы, это активный проект, в котором все время что-то будет происходить. Да? Раз, месяц, два, три... То есть ситуация... Эта информационная повода все равно будет просто разветвать. Ну, да. Ваша первая тестовая арка должна открыться на вот этих вот уроках, которые будут. Где, когда, во сколько, куда будет смотреть? Значит, мы красить... Призываем всех волонтеров. Да. Все, кто хочет... Красить мы будем завтрак с 11 утра. По самому остыку померенно поместим с двум часам дня в воскресенье. Адреса 3-6. Арк сторона 3-6. Это Респром, если... Ну, да. Левая арка Мерстром, если пройдем на спресс... Левая арка Мерстром, если пройдем на спресс... Ну, пройдем на левую арку Мерстром, приедем на проспект правды, и этот второй дом по правой стороне. Клиник, магазин оптики, да. Я думаю, что по карте даже. Ну да. Как-то по вещи. По какому принципу эти работы, которые вы там... Как вы их планируете отбирать в дальнейшем? Так как в данный момент я понимаю, как можно это делать дальше, но это сейчас не самое главное. Самое главное сейчас то, чтобы это были те художники и так далее, которые готовы участвовать в этом проекте, как в социальном проекте. Потому что понятно, что обычно художник, хочется, чтобы вот ему все висело в двери, идти спокойнее, не тронуть, пальцы не трогать, и... Чего-то не ты. В данном случае понятно, что речь идет о тех людей, которые готовы участвовать в этом проекте. Да. Потому что это социальный проект, там, удовлетворительский проект, то есть требующий именно готовности к борьбе. Ну, на самом деле, пока что у вас так не стоял, потому что доктор пока еще не знает. Ну, да, да. Ну, да, да. Подсаживается. Да, но когда завтра знает, сможем больше. После завтра. После завтра. После завтра изменим. Да. И, соответственно, дальше мы будем просто... Ну, сейчас уже говорили, но... Будут рода художников, которые готовы именно к этой задачи, к решению этой задачи. Мы не искусствоведы, вот. Ну, если найдутся искусствоведы, которые готовы работать над повышением уровня и введения в искусство этого пространства и работы, и, соответственно, пускай они экспертную комиссию и отбор проводят среди желающих, а также оплачивают их порвления там и так далее. Вот я как бы... Я бы не возрождена... Ну, мы рассмотрим это предложение. Вот так вот я скажу. На сегодняшний день мы общались... Еще летом была задумка, и мы презентовали уже этот проект. Мы общались рядом с своих, конечно же, знакомых художников, скульпторов и так далее. И, в общем-то, нашли опыт определенный просто... Ну, с условием. И спрашивали вообще, как это может быть. Ну, плюс у Оли есть опыт и взгляд на это свой, и она видела примеры за границей. Вот. То есть, я думаю, что не будет, в принципе, проблем с этим, если бы... Ну, конечно, друзей профессиональных художников, в общем, остаться невелико. Надо бы все-таки формулировать, что мы приглашаемся искусствоведов, которые это посмотрят и в какой-то момент... Ну, потом оставаться, да. ...принять участие в театракте, потому что арт в этом городе больше, чем искусствоведов, я подозреваю, и в общем, у них есть много работы. Ну, да. Идеальная ситуация, когда первый этап – это социальный проект, то есть, приучение социума к тому, что это происходит, так и есть. А следующий этап – это, когда можно заниматься уже прямой культрейгерством, то есть, делать это уникальное уже выступление. Есть ли еще вопросы? Тогда, пожалуй, будем заканчивать. Инициативная группа «Екатеполис» у нас гостят. Генна Томашко, Ольга Ксензовская, Анна Старкова. И проект «За Бог» начнется, я так понимаю, все-таки в субботу, да? Ну, в субботу – воскресенье. Он начнется в воскресенье. Открытие будет воскресенье. Все, кто хочет помогать, окрасить и всячески помогать, пейте, пожалуйста. Ну, сон закончится, кто? Окрасить, во сколько приходите? В субботу, в 11 утра. Приходите в субботу, в 11-я, на пресс-конференции на нашем сайте.